В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Начали коротко о главном. Рабочая поездка в Дагестан. В республику прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Проверка навыков. В Дагестане корабли Каспийского флотилий провели тактические училия с выходом в море. Силы, динамика и красота. В пятый год в Дагестане развивают спортивную гимнастику. О перспективах этого вида спорта в республике смотрите в выпуске. Председатель федерального правительства Михаил Мишустин прибыл в Дагестан с рабочей поездкой. Вместе с ним ряд федеральных министров. Главу правительства встретили вице-премьер Юрий Трутнев, полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайко и в Рио главы республики Сергей Меликов. В рамках поездки председатель побывал в Дербенте. В сопровождении Сергея Меликова и сенатора Сулеймана Керимова он посетил центральную городскую больницу, а также цитадель Нарынкала. В больнице премьер-министра Михаила Мишустина попросили помочь с оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи. По словам врачей, специалисты для этого в учреждении уже есть. Каспийская флотилия оборонялась и нанесла удар по противнику. И все это происходило средь бела дня в Каспийском море. Это все сценарий тактических учений. На полигонах экипажа малых ракетных кораблей Великий Устюг и Град Свиярск выполняли боевые стрельбы. Подробнее в нашем сюжете. Около 20 боевых кораблей и судов в море, в их числе даже ракетные корабли Татарстан и Дагестан. Моряки Каспийцы выполняют более 50 различных боевых упражнений со стрельбой по морским, береговым и воздушным целям. Эти боевые учения – проверка навыков Каспийской флотилии, полученных за зиму. На этот раз по сценарию отрабатывается нападение условного противника. По словам командира корабля с поставленными задачами, моряки справились. Предварительная оценка экипажа – хорошо. Окончательная оценка будет дана командованием бригады и флотилии на разборе учения. Экипажу необходимо отработать не только боевые упражнения. Здесь важно уметь и оказать помощь терпящему бедствию кораблю, управлять поврежденной техникой и использовать спасательные устройства. В дальнейшем Каспийская флотилия проведет учения совместно с авиагруппами Южного военного округа. Наталья Ханбабаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. На Родобском бульваре в Махачкале начали обновлять малые архитектурные формы и садово-парковую мебель. С ремонтными работами ознакомился глава города Салман Дадаев. На данный момент там установлено несколько видов садовых диванов. Специалисты городских служб обновляют скамейки и урны. Со всех объектов предварительно сняли многолетние свои краски. Планируется установка урн в едином архитектурном решении. Все работы будут завершены в ближайшее время. А в Хасаверте стартовала акция «Сад памяти», приуроченная к победе в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители администрации и волонтеры. Главная цель такой акции – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Высадка деревьев в памяти о героях будет проходить во всех городах и районах республики до 9 мая. Россельхознадзор по Дагестану выявил многочисленные нарушения на рынке в Хасавертовском районе. Сотрудники провели рейд по проверке качества и безопасности саженцев на рынке САНА. Специалисты выявили, что практически каждый второй реализатор не имеет необходимых документов. К тому же зафиксированы факты нарушения условий хранения посадочного материала. По факту проверки было составлено пять протоколов об административном правонарушении. Саженцы, реализуемые без документов, сняты с реализации. Дагестанские птицефабрики увеличивают производство яиц. Ресурсы для роста есть, говорят фермеры, но с господдержкой реализовать задуманное становится в разы легче. О том, как восстанавливают промышленное производство яичной продукции в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. После того, как открыли это новое оборудование, нам стало легче собрать яички быстро. Мадина Ихласова работает здесь вот уже пятый год. Говорит, в начале пути труд казался тяжелым. Сейчас же, с приобретением такой современной техники, сборка и сортировка яиц проходят на одном дыхании. Фермеры в этом селе стараются идти в ногу со временем. Часто посещают зарубежные отечественные птицефабрики. Эти знания они используют для восстановления промышленного производства яиц в Дагестане. Мы получаем в день 30 тысяч яиц. Работники, которые обслуживают, очень довольны. Легко работают два раз, три раз. Легче работают, чище. Экономия кормов в этом оборудовании. Экономия воды в этом оборудовании. Микроклимат хороший в этом оборудовании. Птица чувствует себя хорошо. Так что, экологически чистые яйца сегодня мы получаем. С начала этого года птицефабрика в два с лишним раза расширила мощность производства яйца. Помогло в этом фермерам и Министерство сельского хозяйства. Часть оборудования удалось приобрести именно благодаря гранту по линии ведомства. Но специалисты говорят, еще есть куда стремиться. Яйцо качество отличное. Мы сейчас не боимся никакой конкуренции. И оно соответствует тем стандартам, которые требует покупатель от производителя. В районе мы сейчас производим где-то 23-24 миллиона яйца. Это одна десятая часть. Здесь у нас республиканский уровень промышленный масштаб. Это маленькие производства. В ближайшее время, если вот такое внимание власти будет, мы сможем чуть-чуть обеспечить собственно производство яйца. Сегодня цех выпускает до 20 миллионов штук товарного яйца в год. Это самая крупная птицефабрика яичного направления в нашей республике. Кроме того, современное импортное оборудование делает предприятие единственным высокотехнологичным во всем регионе. Патимат Ханабова, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Буйнакский район. В Махачкаре торжественно открыли шатер Рамадана. Тысячи людей собрались возле центральной джомомечети. Верующие после вечерней молитвы провели совместное разговение. Благотворительную акцию организовал фонд Инсан. Финансовые расходы на трапезу взял на себя руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Прошлый год запомнился. Мы никогда не должны забыть это. И пользуясь этим месяцем, месяцем Рамадана, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах сохранил всех нас от болезней COVID. Для нас, для дагестанцев, священный месяц Рамадан – это особенный праздник. Это самый главный, я бы сказал, месяц в году. И хотелось бы, чтобы мы, невзирая на какие-то определенные между собой вопросы, недовольства, многие другие акценты, принципиально обратили внимание на то, что и где, и как мы можем помочь друг другу. В ходе мероприятия была организована и просвидетельская программа. В ней приняли участие как религиозные деятели, так и представители власти и общественники. Благотворительная акция «Шатер Рамадана» проводится в Дагестане вот уже порядка 10 лет в течение всего священного месяца. Исторические сюжеты и личности, многообразный мир природы и неожиданные по содержанию натюрморты. Выставка заслуженного художника Дагестана Амирхана Магомедова открылась в музее «Россия. Моя история». Приурочена она ко дню национальных языков, и потому все представленные здесь работы на национальную тематику. Мы хотим сохранить эти родные языки, сохранить индивидуальность нашего народа, наши традиции, наши обидчи, нашу литературу, культуру, образование. Сегодня, безусловно, наша молодежь, они не знают наших народных героев, они не знают наших поэтов, писателей, людей, которые внесли большой клад для развития Дагестана. Полотна передает не только традиционный быт людей родной земли, но и многообразный мир человеческих чувств. Эти особенности проявляются в работах, посвященных историческим событиям и героям народной памяти. Выставка продлится еще неделю, и посетить ее может любой желающий. И о спорте. Среди детей и юношей все больше обретает популярная спортивная гимнастика, которую в Дагестане развивают вот уже пятый год. Открыты секции. Ежедневно в залах занимаются порядка 600 детишек. Ребята уже привозят медали с различных первенств по СКФО. Повышать уровень мастерства наших гимнастов приглашают олимпийских чемпионов. О том, какие перспективы у этой дисциплины, расскажет Курбан Рагимов. Круг за кругом восьмилетний гимнаст Амаргаджи Муслимов уже уверенно освоил базовые элементы на коне. В эту секцию он попал три года назад. Гимнастика, олимпийский вид спорта и Амаргаджи уже с детства ставит перед собой большие цели. Я, конечно, больше всего выигрывал. У меня четыре медали первое место. На какие соревнования ездил? Куда? Ингушетии, Нальчик. Ну, я в будущем хотел стать олимпийским чемпионом. А ты следишь за этими соревнованиями? Вот как взрослые выступают по телевизору или по... Да, да, я смотрю. А кто там самый сильный? Кто тебе больше всего нравится? Никита Нагорный, Артур Далаян. Тоже очень крутые. Громкие победы обязательно придут, уверена олимпийская чемпионка Елена Шевченко. Начальник отдела развития спортивной гимнастики в регионах России уже не первый раз приезжает в Дагестан. Говорит, спорт у местных детей в крови. Надо только направить весь потенциал в нужное русло. Мальчик подошел на тренер, да, с мальчиком, как бы, говорит, ну вот, покажи нам, ну, там, элемент гимнастический, фляг. У него глаза загорелись. Ты вначале испугался, а потом загорелись глаза. И, собственно, видно, что, ну, он боится, ну, как бы, да, вот, показать, да, стесняется, может быть, там что-то неправильно сделает или еще что-то. Но когда он сделал, я тоже говорю, так это здорово, говорю, тебя тренер научил такие фляги хорошие делать, да. Ты видишь, ну, в детских глазах вот этот интерес и желание, ну, это дорогого стоит. В Махачкале Елена Шевченко вместе с тренером олимпийской подготовки Людмилой Бороденко просматривают талантливых и способных детей. Самые перспективные отправятся на учебно-тренировочные сборы в Москву. Кроме того, планируется проведение курсов повышения квалификации и для тренеров. Вижу, что очень-очень хорошие детки. Просто надо развиваться, надо вызывать людей, которые этот зал бы нарисовали правильно, поставили бы правильные снаряды. И вызывать специалистов, которые бы проводили бы курсы обучения. Допустим, там 10 дней хореограф, 10 дней акробат, 10 дней тренер. Спортивную гимнастику в Дагестане развивают около 5 лет. Начинали с маленького помещения, вспоминает Гаджумрат Магомедов. Теперь в расположении федерации два комфортных гимнастических зала в разных частях города. Вид спорта, где детишки с ранних лет развивают свою силу, ловкость, гибкость и выносливость, пользуются большой популярностью. Гимнасты уже привозят медали с различных турниров. Ездили пока по СКФО, а вот в прошлом году ездили и по России. В 19-м году мы ездили в Москву. Это была у нас Лига гимнастика, Всероссийская лига гимнастика, где мы там заняли и первые места, и общекомандные по третьему юморскому разрайду, которые заняли первые места. Ну, в целом, развиваемся, идем. Соревнуемся, показываем неплохой уровень. Девочки у нас постоянно занимают места. Даже вот в Нальчик мы постоянно ездим, мы постоянно все первые места забираем. Нам уже говорят, мы не любим, чтобы вы приезжали. Вы все медали у нас забираете. На встрече с министром спорта Сажидом Сажидовым гости выступили с предложениями по дальнейшему становлению гимнастики в регионе. Обучающие курсы, мастер-классы и сборы дадут новый импульс развитию дисциплины. Глава спортивного ведомства заверил, что готов поддержать все предложения. Нам очень приятно, мне лично, что есть понимание, интерес к нашим ребятишкам, нашему региону. Сегодня наш глава, Сергей Ильич Меликов, он ставит такую задачу, он сам любит спорт. И массовый спорт, что мы развивали, и именно такие олимпийские виды спорта. Я в этом, не только в министерстве, но и как помощник, готов быть рядом и помогать. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи.